Welcome, welcome. Предпоследняя игра на сегодня. Тут булочку кушал. Unicorns в лаве против команды Fnatic. Разница, конечно, между этими командами велика. Но, как правильно пометили английские комментаторы, а в данном случае сейчас не только аналитик Vidius и второго, я не увидел, кто там был, по голосу не узнаю, но и индийский Hitman. Там у нас сидит тренер команды Misfit вместе с нами проводят анализ бана пиков. И они предположили, что у команды Unicorns очень хороший потенциал на плей-офф матчи. Проблема и главное возникла с тем, что не он, вот новый теперь у них ADC, и это связано не с тем, что Samox плохо играет. Вот этой информации у меня не было. Samox Illness. Illness переводится как заболел. Чем заболел, нам не говорят, но, видимо, эта болезнь мешает ему играть в Лигу Легенд. Уже мешает ему играть три недели, то есть почти месяц получается. Была еще неделя, я напоминаю, перерывы между играми из Ариф Тривелс. И вот он как раз тогда уже не играл за команду Unicorns and Flaw, и у нас Неон стал их ADC. И вот как раз с Неоном первые две игры они проиграли, и со счета 3-2 они упали... Нет, тогда было не 3-2, тогда было начало сплита, еще была статистика, по-моему, у них 2-2. Они упали до 2-4, а на прошлой неделе они сыграли 1-1. И сделали 3-5. И Неон как раз на прошлой неделе против команды H2K проявил себя очень хорошо. Но это вынужденный такой пик команды Unicorns and Flaw. Неон, это игрок, вот новая звезда, скажем прямо, появился из ниоткуда паренек, роли ADC. Никаких предпосылок, что он будет в основе LCS команды, до этого не было, но теперь появилось. Забирает Хемера, а не себе, Unicorns and Flaw, потому что Хемердингер остался открытым. И они не рискнули отдать Хемердингера в первой ротации для команды FANATIC, и FANATIC взяли себе двух танков. Видите, все еще RECLUS'а нет, RECLUS закончился, капса выбирает пока Ирелию против ZOE. Это типичный пикапс против Ирелию, если Ясо забанен. Если бы были забанены Ясо и Ирелию, он бы взял Талона. Это просто я вам подсказываю, как было бы. А если бы, наверное, были забанены Ясо, Талон и Ирелию, он бы, скорее всего, это уже мои предположения, взял Мальзахара. Либо Косадина, он, кстати, играл в этом сплите уже на Косадине, на Мальзахаре тоже. Но они тоже хорошо очень работают против ZOE. Я тут посмотрел какую-то передачу и посмотрел, как живут в Индии. Ясно, там не о том, а политики опять, как живут в Индии. Мы живут некоторые хорошо, а некоторые не очень. Ну, так во многих странах. Понятное дело, что на азиатские страны, у них свой менталитет, у них своя контингенция. Так что сравнивать это будет неправильно. Даже в той же самой России, ну, давайте не будем это о России брать, даже в той же самой Латвии, вот где я живу. У нас есть Рига, а есть не Рига, но тоже города большие, а есть вообще маленькие деревушки. Мне вот нравилось, когда у нас голосование здесь происходило, выборы были в самоуправлении каждого региона. И в одном самоуправлении нашем числилось официально, официально голосов должно было быть максимум, знаете сколько, 900. А знаете, сколько пришло проголосовать туда? 250 человек. Ребят, у меня в школе больше народу было. И я в Риге как бы живу. А там вот такое вот предместье было, но они там своего вот мэра выбирали, этого предместья всего. И всего выбор был с 900 человек, а закончилось на 250. То есть даже явка оказалась крайне низкой, потому что никому не хотелось там идти, голосовать, ну, что там, еще куда-то идти. Ну, это я к чему веду, к тому, что нельзя так брать и сравнивать. Знаете, как на Марсе сейчас живется? Не очень. А Рус Кастеров, а что там с Кастерами? Что они там наделали? Или ты про меня имеешь в виду? Ну, ладно, живи в своем мерке, не буду тебя отвлекать. Как там у тебя дела в нем? Когда-нибудь повзрослеешь, все поймешь. Опять Грагос, да елки. Да, Грагоса. Причем Кендрэдки даже там не оказалось. Заранее у нас команда Фанатик взяли Сиджуани с Грагосом. Комбинацию, где Грагос будет на туплэйне, Сиджуани будет лицу. Юникорнсы правильно поступили. Не забирали они себе Кендрэдку, они сами ее забанили. Взяли Трандла. После чего взяли Хеймера на ботлэйне вместе с Морганой, видимо, отыгрывать. Мунда будет на туплэйне и Зоя на миде. Перебор с магическим уроном, но хороший контроль объектов. Тут тебе есть ловушки за счет Зои Морганы. Тут тебе есть урон по одной цели за счет как раз-таки Трандла. Но есть проблемы в лейтгейме. Кто будет наносить физический дэмэдж, пока неизвестно. Если только это не будет Мунда Адекери. Мы помним об этом. На Марсе сейчас вообще классно. Никого вокруг тебя нет, и никто тебя не волнует, и человек еще туда не ступал. Тоже верно. Не перебор ли с магическим уроном у них? Я бы сказал, у них не перебор с магическим уроном, у них просто отсутствие физического. Понимаете, самого магического у них тоже не так много. Это такая ситуация, когда и магического у них тоже не особо много собрано. Ну и команда фанатик улыбается, потому что понимает, что себе они выбили очень все хорошо. У них будет Ганпланк в этой игре. У них будет Грагас. Ганпланк, судя по всему, будет от Би-Випа на ботлейне стоять. А может быть, он пойдет на туплей, на Грагас. Просто окажется на ботлейне вместе с Фиддлстиком. Но проще все же играть Фиддлстик с рейнджовым чемпионом вместе, чтобы пауком заниматься. Так что по пику, мне кажется, полный перепик. Уж извините за такой каламбур. Организовала. Какая девочка у нас там сидела. Явно не с Марса, ребят. А ты латышки хорошо знаешь. Достаточно. Достаточно вопросов, ребят. ГП, мид, эрелия, бот. Так тоже, кстати, можно сыграть. Но я не думаю, что это произойдет, потому что Капс не очень любит ходить на ботлейне. Скорее всего, Капс будет играть на миде. А если на миде, то он Ганпланка играть не будет. Там против Зои это глупая идея. Сейчас увидим. Играть Грагаса на ботлейне против Хеймера и Моргана так только H2K могли сделать. Возможно. Опа! Лже-ресницы, ребят. Лже-брови и лже-ресницы. Только что мы с вами увидели. Это, не знаю, какое-то помешательство девушек было в одно время. Сейчас оно вроде бы пропало. Как раз где-то в 2000-х годах с плюсом началось это все в моде. Я не знаю, почему оно началось. Но, слава богу, что закончилось. Сейчас, наоборот, вроде как идет помешательство женщин на этом. Ну, вы поняли на чем. Не бреем подмышки. Ругаемся. Почему бритые подмышки? О, как ее? Ой, чудо-женщина. Я забыл, как... Вундервумен. Вундервумен. О, вспомнил, как по-английски будет. Тот Тора и Хулис Санг. Интересные нам тут статистику. Говорят, что они шарят в чемпионах, видите. И шарят они в четырех чемпионах. А вот два разных у них есть чемпиона. Это Шен и Райка. Ну, так по факту это все инициаторы. Либо реальные такие саппорты типа. Но нет ютилити ни одного саппорта, кроме, наверное, Морганы. Но ее тоже можно отрабатывать как дисенгейджер. То есть это защитники в основном у них, либо инициаторы. Но именно ютилити чистого только защитника, без какой-либо возможности инициировать, оба саппорта не играют. Хулис Санг и Тот Тора вот так и чемпионов в этом сплите играют. По мне, Йолы перепыкили фанатиков. А у тебя диван там нормальный, потому что ты явно диванный аналитик. И, ну, как бы, понимаешь, как экспертному диванному аналитику у тебя должен быть хороший диван, чтобы попке было удобно сидеть и лежать на спинке там было удобно. Потому что я ставлю, ну, не знаю, ну, я не ставлю, но мидгейм слабый у команды Unicorns по сравнению с тем, что могут делать команда фанатик. Лейтгейма вообще нет у команды Unicorns по сравнению с тем, что могут делать фанатики. Но у них есть хороший пуш на бот-лейне, и всё. И Трандл, который может нападать на Сиджуани в лесу. И всё, ребят. Это начало. Когда там новые косплеи от Сники? Ну, это надо у Сники спросить. Ему сейчас не до этого. Он про геймерство занимается. Все дела. Недавно Сники выложил как раз ролик, где был хайлайтс-момент из Соло-Ку. Ему не хватило урона... 10 урона ему не хватило, чтобы закончить игру. А после этого оппоненты закончили. Он пошёл бэкдорит на Ли Циане, прилетел на телепорте туда. И не хватило ему 10 урона. Вот он заход, видите, Брокс в лес, забирает у него синий баф. Вот это единственное, что могут делать команды Unicorns в флаве в начале. За счёт Трандла и за счёт того, что бот-лейн может пушить бесконечно бот-лейн оппонентов. Хороший вырос здесь. Идёт Капса, правда, врыв-то именно индивидуально по игроку был хорош. А вот то, что тут ещё Татора рядом окажется, Колт окажется, пытается упрыгать Капс и будет отфлэшиваться и уворачиваться. Ну, интересная такая, знаете, идея. Побегал немножко Капс, повеселился, показал, что он играть в Лигу Легенд могёт. Зоя же тоже может норм разваливать. Ага, против Эрелли. Я прям... Я, ребят, предполагаю, что Зоя пойдёт первым предметом в Жоню, вторым предметом в Жоню, третьим предметом в Жоню. И пока, короче, три Жонни она не соберёт, она вообще ничего делать не будет, рисковать. Против Эрелли отлично разваливает. Эрелли нажимает W, и ты вообще урон не наносишь. Он во сне находится, но при этом урон не получает. А потом она разворачивается и убивает тебя. И они, естественно, уронили фанатиков. Как-то спутно. Я думаю, что Унигонс Лоб получает от всех остальных про-тимов. Что щит? Что щит от Морганы? Опа! Это минус игрок. Бывает. И такое. Флэш-фир был накинут на Хемердингера. Я вчера в Сулуку играл. Ну, точнее, как вчера. Сегодня было с утра. Это ночной лолец, так сказать, который плавно перекочевал в утренний лолец. Причем я уже рассказывал во время этого стрима. Я сыграл 6 игр без стрима. Потом так подумал, а что я не стримлю? Я же могу и стримить эти игры. Хоть там и был очень quality game. Очень quality game. Я чувствовал, что у меня замазочная такая сессия игр идет, где мы только проигрываем. Ну, так вот. И там я тоже на Хемере играл. Я осознал одну вещь. Если у оппонента есть флэш-инициация по Хемеру, он ничего сделать не может. На ботлейне я думал, что будет так же легко стоять, как и раньше на топе стоишь. На топе это реально просто. Ты расставляешь свои три тележки, оппонент заулынить тебя не может, потому что ты под защитой своих тележек. А если у него чемпион, который может сделать инициацию, ну, какой-нибудь флэш-прыжок в тебя, то чаще всего у этого чемпиона нет возможности отпушивать крипов. И, соответственно, он изначально начинает тебе уже проигрывать по здоровью потери. То есть, если первый в два левела он ничего не сделал, то не проблема. И вот она проблема на боте, с какой я вчера столкнулся. Я понял, что Хемера дико легко уничтожит на боте, если у вас есть инициатор какой-то на ботлейне. Он не может остановить эту инициацию. Очень долго летит Ешка, очень мало урона наносят твои тележки. И вот так вот и произошло. Можно на предикт Е кидать. Ну, только если так, да. Можно угадать, что произойдет, и давать на предикт Е. Но я вчера вот играл против Алистар, против Кайса. Алистар плюс Кайса. А у меня саппорт был, если честно, я не помню, кто был саппорт. Потому что его не было. Ну, там вообще какая-то дурацкая игра была. У меня Люкса на миде стояла. А потом КС-1 разваливать нас начал. Это та самая ситуация, ребят, когда, ну, чистое Сулоко. Их КС-1 превратился... Игра закончилась, давайте правильно скажу. Игра закончилась за 20 минут. На 20-й минуте мы FF-нули ее. Хотя я отказался, но они все равно нам сломали базу. Там, по-моему, 4-1 в голосовании бы счет тоже мог быть. Если бы еще одно голосование прошло в следующем. Просто до этого кто-то голосовал на 17-й минуте, а там я отказался. Хотел еще поиграть. Так вот, КС-1 за это время сделал 20 киллов. До свидания. Ай, блин, Жоню не собрал еще! Ай, не успел! Ай! Где там диванный наш аналитик? Я просто хочу пообщаться с ним лично. Провести собеседование. Может, помочь человеку. Просто, знаете, возможно, это был тренер какой-то команды ЛЦЛ. Либо японской лиги. Ну, примерно одного уровня лиги. И вот этот тренер пришел и сказал нам, мы их перепекали! Ха-ха! Unicorns of love! The best team in the world! Супер пики! Угу. Очень сильные пики. Жаль, что команда фанатика играет козырем. А козырем у нас сейчас черви, а не пики. И победа. А пики здесь не очень. Ну, так вот. Если там был кто-то из этих тренеров, мне бы хотелось поговорить. И объяснить ему немножко, что он ошибся. А я вернусь к мысли по поводу Косадина. 20 киллов у него было на 20-й минуте. А у нашей Люксы было, по-моему, 1-4-1. Финальная статистика. Ну, что-то в этом роде. То есть она мало умерла. Раз. И она нас обвинила в том, что мы фидели Косадина. Это очень забавно слушать. Ой! Да где же Жоня-то, друг? Собери ты ее уже! Не успевает. Вот, ребят, видите? Не успевает. Но близко, близко. Чуть-чуть не хватает. Я прям чувствую, как немножечко не хватает экзайла. И уже Жоня появится. Эх. Капсу нельзя давать имбу. Капсу вообще нельзя давать контрпики. Но все же Капс, по мне, он на данный момент... Если забыть про вот эту вот тему с Перксом, где команда играет полностью на него. Ну, джедвашники играют чисто через Перкса. То Капс самый сильный медлендер. Потому что он делает все самостоятельно. Команда не играет через него. И при этом он реальный монстр. А вот это проблема. Хулисанга здесь могут убить. О, Скайри проверила статистику. И говорит, Косадин был 16-1-1. А Люкса была 1-7-4. Ну вот. И она нас обвинила в том, что мы нафидили. Я не обвиняю ее в том, что она нафидила. Я просто обвиняю человека, который берет Люксу на мид, зная, что там Косадин. А потом нас флеймит за то, что Косадин роумит по карте и всех нас убивает. Это, ну, нелогично. Кстати, Фиддл с Пушинкой. Да, это на тему... Ой. Да где Жоня-то, ребят? Где Жоня? Не успевает. Ну, может, сейчас? Давайте посмотрим на предметы, которые купит Зоя. Зоя смотрит на свои предметы. Понимает, что у нее уже фулл билд. Как бы уже готово. Зоя говорит, так, Колд, приходи и будем убивать. Я фулл билд. Колд говорит, ладно, я пришел. Ты фулл билд, доу, гоу, убивать. Блин, а где ты? Где ты, Экзайл? Экзайл говорит, блин, я не успел. Давай, короче, сделаем таймер. Я буду на миде. Ты приходишь тоже на мид. И сражаемся. Фулл билд. Как бы Зоя сильнее полу-билда и релия. Ерунда это все, ребят. Нет, ну эта игра уже закончилась. Я что троллю-то? Ну, ради шутки, конечно, это все делаю. Но в каждой шутке есть доля мишутки. Так вот, мишутка здесь заключается в том, ребят, что Зоя неправильные руны взяла. Обратите внимание на руны Зои. Она взяла экономическую ветку без Джонни, и при этом она не взяла пушинку. Она реально думала, что она будет харасить на этой линии. У нас есть два билда сейчас у Зои. Я про это вам рассказываю. Первый билд более агрессивный. Вот этот билд. Пытался на ульте убежать. У нас хулисанка, как флеш ее хотел использовать, но не получилось. Би-Випа здесь тоже ловит, но он через флеш убегает в сторону. А вот и пришел Капс. У Брокса есть ульта? Нет ульты, так что надо отступить. А на что они кричат, я не слышу. Юникорнс, по-моему, Юникорнс кричат. Но это, скорее всего, у Юникорнсов Лавов. Там сегодня опять был их стриптизер. Правда, он сегодня почему-то одет был в шлем этого скандинавского рыцаря. Мы его поняли. Ой, тут, кстати, блин, беда. Тут, кстати, ловит в ответ Моргана игрока. Если шанс у Моргана совершить это убийство, шикарная ульта по трём игрокам. И кол своей дубиной по лицу, по свиньетам. Бум! И келет за команду Юникорнсов Лавов. Жаль, Зоя от этого ничего не досталась. Зоя у нас стала 1-4-66 фарма. Бывает и такое. Кричали, фанатик подсказывает. А, ну тогда у Юникорнсов вообще нет шансов, если кричали их. Он больше не в команде Юникорнсов Лавов. Я на него в инстаграме подписан, говорит Олдедди. А, ты про стриптизера. У них там другой сегодня стриптизер был. И вот он был в шлеме. Другой, да. Это не тот же самый. Я тоже удивился, что там другое лицо. И вот я думал, может он там зазывает публику на экшен. Говорит, давайте, ребят, болеть будем. Давайте волну пускать там в студии. Я, ну, студия в 2 метра, но надо волну обязательно пустить. А кто должен был быть в национальной одежде? А, кстати, да. А где? А почему? Не понял. А почему эту тему замяли? Так, а кто должен был быть? Сейчас по никам пробегусь. И вправду. А почему этой темы? Нет, на прошлой неделе Макс Лор против... А против кого он спорил? Макс Лор с кем-то спорил. С кем он спорил? Надо вспомнить. Подожди, у нас здесь попытка сделать скилл, ничего не вышло. Но Макс Лор был в нормальной одежде, ничего такого. Может они на завтрашнюю игру это сделают? Моменто, говорят, и Дрейкос. Моменто и Дрейкос. Вот, да. Макс Лор, это если у него будет хуже, когда на прошлой неделе, чем у Моменто на прошлой неделе. Насколько я понимаю, Макс Лор победил. Моменто проиграл. Значит, Моменто должен одеться был на этой неделе в национальной одежду. Может быть, они замяли, потому что одежду не нашли, а может быть, именно завтра они это сделают. Ну, типа, как шоу, там, игровой, может быть, матч как-то подходит. Я не смотрел, кто завтра с кем играет. Ну да, сегодня Макс Лор нормально был одет, и Моменто тоже нормально. Мне про это даже не говорили в студии. Или я что-то пропустил? Я просто, если честно, пропустил начальный подкаст, ну, 30 минут до игры, которые идут, разговоры. Я там только 10 последних минут послушал. А там ничего про это не рассказывали. Там вспоминали матчи просто прошлой недели. Ну, ладно. Надо будет разобраться, ребят. А то Райты тут сказали ам, а Бенни говорят. Ай-яй-яй. Остановить не получилось здесь Геральтку. Она успела пробежать, немножко удариться об вышку. Ну, пока, в общем-то, и все. Подсказывает, скорее, так не Макс Лор должен был, а Сэн Кукс. А, Сэн Куксом он спорил. А, ну да, но все равно из той же команды, да. Все равно из команды Мисс Фит. Я просто помню, что точно из команды Мисс Фит был игрок. И мы как раз болели за Мисс Фитов, чтобы одевался другой игрок. Ну, ладно. Но Моменто мы уже сегодня видели. И Мисс Фитов тоже уже сегодня видели. Они, кстати, подождите, они уже играли друг с другом. Такая... Ничего непонятно. Синема. Непонятно, почему этого не было. Хуйня. Полная, ребят. Още хуйня. Ложь какая-то была. На Трайта вчера. Привет. Желаю тебе море счастья. И дачу этого моря, чтобы тебе до счастья было всегда рукой подать. А я думал, будет стишок. А тут не стишок. Хулесанг делает ульту. Супляется за него. На него он нажимает ответочку. По нему он не попадает через свою W. И Хулесанг убивает его в Соляндру. Коулт говорит, ребят, я, конечно, тролль, но мне кажется, вы тролли. Один не может через W попасть в летящего в ночи Фиделстика. Фиделстика так, хоп, замер. И так, хопа, и полетел. И Хемер Дингер, хоть он и гений, и думает про число 42, не мог его остановить. Да уж. Бывает и такое. Ну, ладно, это односторонка была изначально. Он король троллей. Кстати, да. Тогда совпадает. Тогда все совпадает. Там Уолдедди говорит, Алсиор тоже перекрасился какой-то говеной краской, которая после первой помывки головы сразу же и смылась. Ясно, понятно. Вот не застали вы времена, когда споры были настоящие. Я помню спор игрока Брюса. Он поехал на ВЦГ от России по Старкрафту первому. Тогда был ВЦГ, Старкрафт первый. ВЦГ это чемпионат мира. От Самсунга к компании тогда проводился компьютерные игры, чемпионат мира. И Брюс, который потом был менеджером команды Рокс Кис. Правда, я не знаю, был ли он, хоть какое-то отношение имел ли он к Роксам, которые в Лиге Легенд. Но он точно имел отношение к другим коллективам команды Рокс. Так вот, он играл против одного корейского прогеймера. Ну, там все были прогеймеры, понятное дело, на чемпионате. Просто того прочили в чемпионы мира, того чувака прочили, ВЦГшного. И ему, чтобы выйти, надо было обязательно его победить. И он перед этим матчем сказал, что он отстрижет свои волосы и побреется на лосы, если он его победит. И знаете что? Он его победил. И вот он потом запустил стрим прямо там из... Я не помню, в Китае был чемпионат мира тогда, в том году. И вот он тогда запустил стрим того, как он состригает волосы. Как ему состригают, точнее, волосы. Очень ровненько, очень четенько. Вот это было хорошо. Вот это было классно. Зашло всем зрителям тогда... Ну, тогда еще на Good Game только стримы были. Там ProPlay и Good Game больше других сайтов не было со стримингом. Хороший здесь улайн идет от капса опять по экзайлу. Экзайл в этот раз его вроде бы переиграл. Ну, он так думал. Но Бицуха была против, ребят. Бицуха Экзайла была против. А здесь волосы покрасить. Взял там, покрасил чернилом каким-то, которое смывается. Все понятно. Ясно. Ясно, ясно с вами, ребят. Одежду национальную одену. Ну, а ничего. В брюках, в джинсах и рубашке пришли сегодня на матч. А что делать? Так национально у нас одеваются ребята. Она же могла дать Игнайт в упор. Да что вы там реально обсуждаете шансы команды Unicorns? Жоню так и не собрала Зоя. И, возможно, поэтому все шансы еще есть. Урона очень много. Ирэлия 7-0-0. Настоящий агент. Капс такой. Капс. Фанатик Капс. Сикрет айджент 7-0-0. Не, 7-0-0. Сказали, он же должен как англичанин быть. Джеймс Бонта был англичанином, британцем. Поэтому и он бы сказал не 7-0-0, а он бы сказал 7-0-0. О-о. Настоящий Зоро, ребят. Ну, кстати, реально, как Зоро надпись. Видите? З-О-о. Нет, подожди. З-О-о это зоопарк. Ну, вообще, учитывая, против кого он играет, вполне реально. Стоп, это тот самый лучший медер в Европе. Не в Европе, а в мире. Бери выше. Это Бэйби Фейк, я так называемый тинейджер БДД и правый мизинец Киры. Это все, ребят. Капс. Поверься Капса, понятное дело. Ну, это мы все мемасик 17-го года поднимаем, где в одном из интервью у Капса спросили. Ну, там не только у Капса, у всех медеров спрашивали. Просто именно Капса ответ всех поразил. Спросили, кого ты считаешь лучшим медером в Европе. И он сказал себя. Конечно же, Капса считаю лучшим медером в Европе. Когда другие игроки, вот тот же самый, тогда Фобиеван был еще в команде, H2K, Perkz тоже был, понятное дело. Они все называли разных игроков. Ну, то есть себя изначально они считали нельзя называть. А Капс оказался умнее всех. Он знал, что можно называть. Но, ступица, продолжается телепорт какой-то за спину. Телепорт куда-то вообще влез. Но, а Уайт Найт из лесу вышел. Был жуткий мороз. И кубок поставлен. Прям Би-Вип под нос. Но Капс рядом. Но Брокса... Дальше стихи у меня кончились. Я не смог рифм придумать. Помню стрима Реклоса на карме в Соля-Кью. Блин, слушайте, у нас дождь начался, судя по звукам. Или это салют? Тут как бы три варианта. Салют, дождь или война. Да, вариантов может быть много. Я просто услышал гигантский гром на улице. Ну, я про то, что кошку-то мне сегодня опять ночью надо будет искать. Если будет дождь, где она, интересно, будет прятаться тогда. Ой, тут ловит у нас Вайт Найт. А подкидывание не срабатывает хорошо от Колда. И он хоть и заработает килл, но Зоя перед этим умирает. Там можно еще попытаться убить как-то Капс. Но Капс в свои Даблею стоит и выживает. Это был салют дождю после войны. Ну, возможно, и так. Кому нужна твоя латвия? Ой, ты бы почитал наши новости. Но мы не будем про политику. А знаешь, что прикол? Рассказывали, что другим регионам, поэтому приезжаю, приходится скримиться друг с другом. Ничего не понял. Наверное, потому что я неправильно прочитал. Ну, а здесь, кстати, на шорот потихонечку только забирает команда Фанатик. Правда, в этот момент уже пропадает Моргана с карты. Неон здесь выстраивает свои тележки. Говорит, ребят, я за тележками, я в безопасности. И Релли с ним согласна. Говорит, давай, тележек, отойдем. Неон. Неон пытается задоджить. Так, надо увернуться от скиллшота. Говорит, неон. И флэш! Чуть-чуть не хватило. Слишком крупная стена, ребят, оказалась. И понравилось, как английские комментаторы обсмеяли этот момент. Очень красиво сделали. Он флэшнулся в стену. И Дефишер говорит, это просто стена была слишком толстая для Хеймердингера. А второй комментатор говорит, ну, с другой стороны, здесь есть и красота в том, что мы были с тобой абсолютно уверены, что он перефлэшится, и нет ни единого шанса ему умереть здесь. А ведь на самом деле, он так классно, так уверенно, что, знаете, гонится за мной лошки. Смотрите, сейчас. Как-то жуйте пыль! Хоп! Жуйте пыль на этом. Да. Бывает, бывает. Когда другие регионы едут в Корее, корейские команды не играют с ними. А, ну да, это я рассказывал. Это я сам рассказывал вам много раз. Что очень тяжело договориться с корейскими командами, поскримиться с вами, с китайскими тоже. И это не потому, что они такие прям все сверхзанятые. Ой, минус не он. Хм! Я чихнул, и он умер. Вот так вот теперь идеально. А то он там решил через Жоню выжить. На сексайл все еще без Жонни делают в него лын, но он умный, забегает на фонтан и говорит, здесь вы меня не достанете. И он прав, ребят. Его там не достанут. Амунда ходить где хотеть, смотрите, он вообще в симфатике. Он решил не участвовать. Он, по-моему, через всю команду фанатик, как ночь сквозь масло пробежал. Правда, без нанесения урона. Он просто пробежал мимо. И вот все еще жив кидается теперь дальше своими книгами. Ой-ой-ой, это проблема. Биви помогут убить, но у него, правда, был хекс-дринкер, что ли, уже. Да, хекс-дринкер. Это и правда так. Не смогли закончить. Уникорнса здесь. Опа! Экзайл! Ну да, отправляет Фидолстика домой. Дальше прыгает. Экзайла есть еще один флэш. Он его может прожать. Дает Ешку. Куда ты ее дал вообще? Ладно. А так, про это я вам рассказывал, ребят. Про то, что шумок прошел от команды Cloud9, от команды TSM и, по-моему, фанатики еще этот шум поднимали. Команда Cloud9 подняла этот шум в 15-м году. В 15-м году это был пятый чемпионат мира, команда Cloud9 была на третьем, по-моему, своем чемпионате мира уже. Ну, я там по срокам не помню, какой это был по счету для них чемпионат мира. И они были там, как команда номер три американского региона. И с ними огромное количество команд подписало договор, что будут играть. Ну, как договор? Там нет такого прям запись. Просто была устная договоренность, что они будут играть тренировочные матчи друг против друга. И, как говорил Сникки и Дженсен, никто из азиатов не пришел на эти скримы. Видимо, какие-то другие команды им предложили в этот же день тренировку провести. И они просто кинули команду Cloud9, и они остались без тренировок. Хотя все равно команда Cloud9 вышла тогда из группы. После этого TSM говорили, что они ездили на буткемп в Корею на две недели. Перед чемпионатом мира они ездили на буткемп в Корею на две недели. И за эти две недели ни с одной командой не смогли договориться. Они заранее не договорились. Они приехали туда и решили договориться вот с кем-то на месте. И каждый по-разному искал отмазы, чтобы не играть с командой TSM. У кого-то там горячей воды дома не было, у кого-то кафель еще не постелили. Кто-то просто в Испанию уехал. В общем, поиграть не получилось. Ребят не с одной из команд. Оправданий было много. Качество игры команды TSM на чемпионате мира было очень низко из-за этого. Ну а что касается китайских команд, они вообще изначально ни с кем не тренируются. Кроме других китайских команд, у них как-то так заведено это. Куда ты? Куда он идет? Биви побежать! Ой, какой, ой! Какой Биви по Биви по все же! Это было что-то сейчас на уровне бронзы. Ну ладно, там Фиддлстик делает контр-интенциацию Иреля. Иреля пошла забирать себе киллы. Даблкил уже у Иреля, и нет у нее клинца. Поэтому она горит подвышкой, отходит из подвышки. Не пошла за пентакиллом Иреля. И команда его без него справилась. А Иреля пошла заканчивать матч. Самое большое количество киллов за одну игру. Только что совершил Капс, но он продолжает рекорд свой устанавливать. 14 киллов делают. Пытается кинуть его топор. Вайт Найт прыгает. Капс отфлашивается от него красиво. Под свой фонтан Вайт Найт, но все равно умирает. 10, 23 и 15 киллов Капса. Это абсолютный рекорд этого сплита по количеству киллов в одной игре от одного игрока. Красавчик. Новый рекорд установил этого сплита. Новый рекорд свой собственный. Никогда он не делал 15 киллов. И мы с вами увидели, почему... Я, кстати, не успел договорить эту мысль тогда. Там что-то меня сбило. Почему у Зои... Давайте просто объясню вот сейчас. Почему вот так все пошло? Это не только на банах пиках. Хотя и на банах пиках это было примерно видно. Зайдем на сайт up.gg. Зайдем в Зои. Я могу и на другом сайте это найти. Ящ. Ящ нас чемпион не интересует. Нас интересует чемпион Зои. И мы увидим с вами два вида билда у нее. Вот они, два билда. Руно сейчас нажим, чтобы вы понимали. Вот они. Популярность у них примерно одинаковая. 25% здесь. Здесь 47%. Нет, 50%. И он играл вот этот билд. Нет, только с экономикой. Вот этот билд он играл. Но без Жонни. То есть у него был, ну вот эта, наверное, версия. А может быть с печенькой. Этот билд считается под поук. Когда у тебя изи лейн, так называемая, легкая линия. Когда ты сможешь поукать дальше всю игру. И наносить много урона по врагам. Не беспокоясь о том, что в тебя сделают инициацию. Есть второй билд. Самый сейфовый. Вот этот. Только здесь Жонни надо рассматривать. Вариант вот с этой Жонни. Миннион дезинтегратор. Он тоже брал, да, я помню. В этом билде ты чаще всего берешь себе нулифайорб, чтобы тебя нельзя было шотнуть на линии. Это ульта тебе, потому что ничего не дает. Мана тебе нет проблем. И ты играешь через дешевую Жоню на восьмой минуте. У тебя будет неплохой тоже поук. Но он будет все равно ниже. И при этом ты более танковым будешь получаться. И вот в этом и была проблема. Он выбрал не тот просто рунную особенность. И при этом еще и без перфект тайминга играл. На восьмой минуте, которая бы сработала. Хотя на восьмой минуте это бы ему не помогло. Учитывая, что к восьмой минуте он так и так был 0-3 уже. Такие дела, ребят. Это была вот ошибка. Вроде бы незначительная, но вроде и минус игра сразу. Но мы идем на небольшой перерыв. Очень тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело. Спасибо.